Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 106. Мы озвучиваем и в видео показываем Новый Завет с толкованием Блаженного Феофилакта. Это трехтомник у нас вышел, второе издание. Каждая книга, 752 страницы. Полное толкование с откровением. Это впервые вышло за 2000 лет. Никогда не было, чтобы с откровением выходило. Откровение по всем святым отцам. Вот как оно выглядит. И попутно показать, что здесь есть с закладками. И 230 иллюстраций. Лучший иллюстратор всей Библии Гюстав Доре. Ему уже где-то 185 что ли лет. И говорят, а почему вы раскрасили? Мы не закрасили ни одного штриха. Вот они все остались целые. И конечно по-другому это выглядит. Но он же сам не делал, до этого и не было. Ну просто народ ничего не понимает. Почему? Потому что это новинка. В религии, как я встретил Андрея Кураева, мусульмане говорят, они религиозно талантливые. О, какое слово. Это сочетание, соединить два слова, мне не дано. Я повторяю, это высчитал Андрея Кураева. Надо быть религиозно талантливым. Я сразу поставил задачу. Мне не надо было ставить, мне всегда это удавалось. Вот пожалуйста. Итак, читает Никита Колесников. Филимон 10.11. Погромче читай. Прошу тебя, сыне моим Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Толкование. Еще не упомянул имени того, за кого он ходатайствует. Предварительно смягчает Филимона похвалой слуги, называя его своим сыном. Почему же так называть его? Потому что говорит, я родил его, то есть огласил благовестие. Вот тогда ты родил его, когда огласил благовестие, мы родил. Значит, он ему отец. А не называйте никого отцом. И уверовавшего повелел крестить. И это в тесных обстоятельствах, в узах. Толкование блаженного Феофилакта. Одиннадцатый век. Смягчивши таким образом сердце его, он, наконец, упоминает имя. Знает, что признание во грехе погашает гнев. Поэтому говорит так. Так как он стал благочестив и свят, и потому говорит, обоим нам благопотребен. Если полезен Павлу, требующему столь великой ревности, то, конечно, и Филимону. Вместе с тем дает понятие то, что если полезен мне, то он должен быть обратно послан ко мне. То есть тебе передаю его, пользуйся им, как желаешь. Тем, что передает ему, он еще более утоляет его гнев. Комментарий Игнатия Лапкина. Сегодняшние священники могут сказать. Это мой прихожанин. Я его крестил. Я его исповедую и причащаю. Это мой духовный сын, дочь. Но сказать, что я родил его, то есть огласил благовестие, он не может. Потому что чистой, без всякой примеси проповеди нет почти нигде. Слово почти означает исключительную редкость, когда пастырь может сказать. Я родил его, то есть огласил благовестие. И отсюда вывод, что практика служения, обращение людей к православию, совершенно неправильно. Ложно. И это худо. Как в плотской жизни дети рождаются не только у начальников, но и у подчиненных, они рождаются только у евнухов, кастратов. Так точно в духовной жизни. Каждый христианин должен в конце жизни, подводя итог ее, сказать. Исайя 8, 18. Вот я и дети, которых дал мне Господь. Я родил их, то есть огласил благовестие. Вот так. Я родил их или его? Их написано. Ну да. Вот смотри. Я ничего не добавляю. Просто выделил это слово вначале, вот где у него есть. Вот она родил. Далее. Далее поясняю, как они говорят, обычные священники. Какое тут толкование-то? Могут сказать, что это мой прихожанин, я крестил его, исповедую, причащаю. Это мой духовный сын, дочь. Но я ничего не добавляю, никаких выдумок. Но сказать, что я родил его, огласил благовестие, он не может, он не проповедовал, он не оглашал. Человек духовно не рождался. А у сектантов, у них сплошь и рядом это могут сказать. Потому что непрерывно звучит проповедь. Но, не имея благодати освящающей, они не в церкви. И вот оно все. Далее. 12 стих. Ты же прими его, как мое сердце. Толкование. То есть, с любовью прими его, скорее не его, а мою утробу. Ибо я так люблю его и в душе своей ношу. 13 стих. Я хотел при тебе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Толкование. Обрати внимание на мудрость апостола. Как он понемногу слугу поставил на место господина. Да бы он вместо тебя послужил мне. Показывая также, что он желает пользы господина. Если, говорит, ты обязан послужить мне, а он делает это вместо тебя, то от этого явно тебе прибыль. 14 стих. Не без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Толкование. И этим он более всего смягчает Филимона. Дело было так необходимо. В узах и притом ради Бога он намеревался служить ему. Однако апостол не хотел этого сделать против воли, чем Филимона. Посему неужели не следует оказать милость тому, кто мог бы и сам пользоваться ею, но не захотел. Чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Не сказал по нужде, но добровольно. Как бы так говоря. Конечно, и против твоей воли, удерживая его, я поистине не опечалил бы тебя. Однако же, многим казалось, что это делается по нужде и против твоей воли. Посему ныне я предпочел, чтобы это ни в коем случае не казалось кому-нибудь подневольным, но без сомнения добровольным. 15 стих. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Толкование. Так как Анисим убежал с злым умыслом, то Павел обращает это бегство в полезное дело. Может быть, он убежал по устроению Божию. Похвально также он называет бегство разлучением, дабы именем бегства не раздражать господина. И тем, что сокращает время, он успокаивает гнев. На время утолучился. Вместе с тем показывает также, что сколько времени он был с Павлом, был и с Филимоном. Посему он только то время отсутствовал, какое провел до знакомства с Павлом. А это незначительное время, как бы один час. Посему отныне, если он, отпущенный тобой, будет находиться при мне, то разумей, что он служит тебе, чтобы тебе принять его навсегда. То есть будешь пользоваться им. 16 стих. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Толкование. Много, говорит, пользы принесло бегство. Вместо одного часа ты имеешь его вечно. Ведь и вся жизнь человека в сравнении с вечностью ничто. Тем более время бегства. Так вместо раба прими брата, вместо непотребного возлюбленного, и по плоти, то есть и в мирских вещах, он достоин любви, как услужливый и в Господе, то есть в делах духовных. Даже интересно было бы, если бы им были тогда такие снимающие аппараты, как видео снимают. И вот он как пойдет, ну как он убежал, украл и удрал. А имени-то, ну что украл-то, сколько оно кончается там, прожил, есть нечего. Кто-то говорит, а тут есть такое, благодетельное там, приехали, какой-то сектант сидит там в тюрьме. Он кормит всех, а к Павлу идут, постоянно несут корзинками и все, а он еще, садись, ешь. Ну и попутно стал расспрашивать, где да что. И видишь, что он такой, ну только не лукавь, говори. Вот вчера как раз я узнал, когда священник, у которого украли иконы, то наконец он встретился с тем, кто украл. Ты только не ври, ты говори мне правду. Да нет, батюшка, я не вру. Так ты через интернет нашел, который снимали-то, там начальник милиции говорит, что так. Да нет, я даже интернеты не смотрел. А как? Ну, товарищ один сказал, там храм есть такой, в таком-то городе. Ну я и поехал, дверь вышиб, иконы забрал, да продал. Врет, нет. И священник извиняется, извиняется. Я уже там черный список того, кто снимал, хотел, и все. Нет, я говорю, да я знаю, что, который, он видит ролик, показывали, где на каком этаже, его сразу убрали. Да ему уже не убирает, ничего нет. То есть, да извиняется, извиняется. Я кому говорил, что это так-то, я сейчас всем перезвоню, всем перезвоню, что не виноват, кто снимал. Никакого отношения к краже не имеет, совершенно. Тот, которого я могу назвать даже именами, я абсолютно дословно это знаю. Вот так. И поэтому неизбывная радость, и ничем нельзя объяснить. Вроде у меня что-то болело там где-то, и вдруг радость у меня наполнила вся. До самого вечера ходил и пел аллилуйя. Почему ответ? Это редчайший случай. Что поймали с другого города, увезли в другую область и привезли к тому, у кого украли. Я даже не слыхал такого. А что перед этими там возникло неудовольствие какое. Да мало того, еще другой священник, там у режиссера, который снимал, тоже его давил. Это вы вот снимаете, не думайте. Я говорю, у нас потеряевки тоже воровали. Но воровали это не то, что снимали. Они по сараем шли ночью на ощупь с фонариком. И воровали то, чего даже не показано было ни разу. Вот и все. Ответ. И примирение я люблю, я благословляю, ну и во славу Божию. Вот так. И что? Как он подходит, я хотел сказать. Как он подходит, улыбается. Как меня интересно. Вот послание-то. Конечно, он просчитал, Павел. Я тебе даю, вот никакого секрета нет. Печати у Павла не было, чтобы записать этот свиток за сургущий. Идет, я думаю, и улыбается. Анисим. Анисим звать его. С Павлом познакомился. Надо же так. Так, а своровал я. Только разве даете. Да что вы? Я это слышал постоянно. Сегодня, по сегодняшний день. То есть, вот это послание, когда считаю, оно мне до того близкое. Вот это бы заснять все, как он подходит. А Филимон может каждый день выглядывать. Где-то Анисима долго нет. Ну, пешком же. Не на велосипеде ездили. Не на мотоцикле. И, наконец, увидел его. Может быть, обнял, обнял его. Ну, я не знаю, как. Но можно видеть, как тот упал в ноги ему. Как вот Рембрандта. Возвращение блудного сына. Эта картина вообще-то в охристых таких тонах написана. Оборванец. Но тут, может быть, и действительно. Может, одежда какая получше. И теперь он обнимает, рассказывает. Ну, как там Павел-то? А этот захлебывается от счастья. Ему говорит. Трудно сказать даже, что он пишет все время кому-то. И вот. А кто у него там? Ну, там Тертий какой-то с ним в тюрьме сидит. И он все пишет. Тертий о себе как раз говорит. Вот эту картину бы я очень хотел посмотреть. Меня интересует эта встреча. И когда говорят. Вот сейчас у нас встретение будет. 15 февраля. И встретение кого? Симеона. С кем он встретился? С младенцем Христом. А что это дало? Да ничего нигде не дало. Ни примера никакого нет. Надо взять. Пример надо какой взять? Саул встретился со Христом. Вот какой надо. Или сейчас. Какое? Покров. Божья Матерь там покрыла. А что она покрыла? Ну, в Сарграде там как было. Вот там. Епифаний с Андреем. А Епифаний с Андреем в Сарграде видели. А старосын Божья Матерь покрыла. Я говорю. А почему не сделать? Как покрыла Божья Матерь в Ленинграде? Сталинградскую битву. А в день освобождения. Почему это не праздновать? Греки даже, греки. Откуда праздник этот привезли? Не празднуют этот праздник. Они как будто и не знают его. Ну, маленько там мозгами шебельнешь и поймешь. Как многого я еще не узнал. А воображения не хватает. Но я вижу, встреча была радостная. Вот. Я не думаю, что он встретил Филимона и сразу на него наступать-то. Пришел. Тебя тут милиция ждет. Своровал. Теперь тебя посадят, да еще и платить заставить эти проценты. Не думаю никак. Или такое. Ну что, набегался? Паскудник. Жил как надо. Я воровал и доверял тебе. Ну, иначе он не имел доступ куда-то тому, что можно украть. Ну, не барана же он унес-то. Ничего подобного. Даже как Златоуз говорит. Ты не подумал сказать. А обнял его. Обнял как. Теперь на веки мы с тобой одинаковые. Давай помолимся. И Бог тебя сохранил. Как ты уверовал? Не знаю. Он говорил. Я вдруг понял, что есть вечность такая. Что же я наделал? Я заплакал. Павел меня стал утешать и говорит, за тебя тоже Христос умер-то. А я никогда не слышал об этом. А почему ты мне Филимон об этом не рассказывал? То есть я эту картину раздеваю, у меня целый сценарий идет. Я бы режиссеру подсказал, как поставить фильм на послание к Филимону. Ну, на Евангелие от Луки поставили. На Филимону у меня целая картина разворачивается. И как теперь? А рабы-то знали, украл. А я-то в почете. А Филимон-то думает поймать. Поймать бы Анисима. Я бы его законопатил. Я бы ему строк припаял. В гулаге сгниет. И вдруг обнимает все и спрашивает, а что случилось-то? Почему он тебя в милицию-то не сдает, в полицию? Так я уверовал. Ну и что? Мы теперь братья родные. И каждый может подумал, тут мне бы такие отношения с хозяином-то иметь. Понимаешь? Я, ну как реальность в этой жизни, я ее представляю. И поэтому мне так дорого это послание. Давай. 17 стих. Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его как меня. Толкование. То есть, если ты сознаешь, что мудрствуешь со мной, то прими его как меня. Кого не устадил бы апостол? Кто не пожелал бы принять себе Павла? 18 стих. Вот я оттуда беру толкование, дает намек, что именно так и было, как я говорил. Ну, могло быть так. А то скажет, воображает. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Заплачу. Не сказал украл, но мягче. Обидел или должен. Правдоподобно, что он истратил украденное. Посему говорит, мне зачисли это в долг. Меня считай должником. 19 стих. Я, Павел, написал моей рукой. Я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собой мне должен. Ну, можно на второе ударение сделать. Не заплачу, а заплачу. Заплачу. Понимаешь, сразу как смысл-то меняется от ударения. Толкование. Превосходно говорит это, написав с духовной благодатью. И как бы так говоря. Для большей уверенности, что уплачу долг, служит мое собственноручное письмо. Что бы не показалось укорным Филимону, что апостол, будто не надеясь на него, не просит его о рабе в воре, в воре просто так, но и дает собственноручную расписку. Ибо это давало знак, что Филимон жестокосерд и к учителю своему невнимателен. Апостол приведенными словами дает разуметь, что надеется на него. И очень. Ибо не только говорит своей собственностью, но и сверх того. И самим собой ты должен мне. 20 стих. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя, в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Толкование. От сердечной речи апостол опять перешел к более важному. Умоляя. Дай мне воспользоваться от тебя. То есть, да наслаждаюсь твоими благодеяниями, не в мирских делах, а в тех, которые в Господе. Упокой, говорит моя любовь к тебе, или мое сердце ради Христа. Ибо не мне оказываешь благодеяние, а Христу. 21 стих. Надеюсь на послушание твое. Я написал тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. Толкование. Я, говорит, написал тебе, не приказывая и не из самолюбия, но надеясь на твое послушание. Какое железо не размягчат эти слова. 22 стих. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеясь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Толкование. Филимону могло прийти на мысль. Если б не для Анисима, то ты и слова меня не удостоил бы. Апостол наперед вращует это, говоря, не для того только написал, но чтобы попросить тебя, приготовить мне обитель. А вместе с тем, чтобы так же устрашить его, потому что придет апостол и отсудит его, если он не примет Анисима. Ибо надеясь, ибо надеясь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Двум вещам научаемся из всего. Первое. Сколь велика сила молитвы, если и великий Павел нуждается в их помощи. Второе. Что должно смиряться, если Павел нуждается в молитвах учеников. Окончание не заглатывается. Четко произноси. 23 стих. Приветствую тебя, Епофраз. Устник вместе со мною ради Христа Иисуса. Толкование. Этот Епофраз был отправлен Павлу Колоссянами. Отсюда ясно, что Филимон был из Колоссян. Устником называет его, показывая, что Епофраз был в великой скорби. Давай я идти почувствовать Филимону, что если Епофраз страдает с Павлом, то Филимон неужели не окажет милость для него Анисиму. Устник же говорит, не ради человеческого чего-либо, но ради Христа Иисуса. Страдай вместе со мною за Евангелие. 24 стих. Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Толкование. Димас сначала пользовался уважением, как здесь и засвидетельствовано о нем, как о сотруднике Павла. Почему Димас, я никогда не слышал, что Димас, Димас, а может правда Димас, но и как-то не принято у нас Дима говорить, и не Димаша, вот допустим, Дмитрий, который все обращаются к нему. Почему именно Димас, как-то странно для меня. После же по легкомыслию он отпал от Павла, как действительно и пишет Павел в послании к Тимофею, написанном очевидно после этого послания. Ибо Димас составил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику. Итак, Лука, поставленный здесь последним, стал первым из всех, когда Димас отпал. Так никому не должно надеяться на самого себя, но кто стоит, должен смотреть, как бы не пасть. Сказав сотрудник, показывает, что и они вместе со мной просят тебя, и достойно есть оказать благосклонное внимание к таким лицам. Видишь, какую пользу получили мы из этого, кажущегося кратким и не требующего объяснения послания. Уверся, и же из всего, что в Писании ничего не следует оставлять без исследования. Но во всем, как изврещенном от Духа, искать духовного некоего смысла и извлекать пользу. И, конечно, утешитель, изрекший все Писание, тем, который доброго ищут, даст и обрести искомое. От него добудем и мы всегда просвещаемы и руководимы, и к истинному благовидению и житию, не увлекаясь лжеучениями и не прельщаясь ложной сластью мира. Вот понимаешь, немножко остановиться. То есть ничего не оставляет в Писании, ни одной запятой. Ну, разве так мы... Ну, как мы обращаемся? Вот я спрашиваю одного, я говорю, в Салтырь мы считали, в железо вошла душа его Иосифа. Что это такое? Аллаты железные. Мозги у тебя железные, я говорю. Не вздумай обижаться. Почему? Но надо историю знать. Вот, Сын Человеческий, Александр Мень пишет, Иоанн Затонус точно так же пишет, какая была погода, как он уходил. Авраам пошел из страны своей. И дальше ничего. А теперь он по карте смотрит, какие народы населяли, какой жестокий нрав у них был, как он шел, как переживал. Но это в ней написано. Ну, что не написано? Надо знать. И говорит, вот такая-то, столько-то пустыни там, вот там-то не растет, сегодня смотрит. Ну, там, может, маленько по-другому было, может, с кота там было меньше, всякие. И поэтому читать интересно. Сын Человеческий. О Христе все написано. И вдруг пишет Александр Мень целую книгу. И считается, считается с интересом. Почему? Он очень много знал. Я лично с ним встречался. Доктор Бартонсен. Ну, это не православный протестант. Вот. Ну, вот он пишет о христианской нравственности. Я читаю. Где он берет это? Оказывается, это отсюда. Вот словарь Ньюстрима Эрика. Какое время, какие годы. Это все высчитывает. Одно на другое накладывает, сравнивает. Это какой ум надо иметь. А нам что? Принять. И ни разу не спорили со словарем Ньюстрима. Нет. А насчитывали это два тома христианской нравственности? Не насчитывал. Именно театры, как к ним относились в то время. Почему Авраам сказал, что это моя сестра. Вот это да, жену подставил. Ты-то будешь фараоном, а мне хорошо будет. Да какой же ты святой-то? А Леонид Атон говорит, а что бы он должен был делать? Ты знаешь, нрав египтян какие-то жестокие, особенно походливые. Да он увидит женщину, он с ума сходит. И в нем как в животном все, судорогами тело идет. Ему надо взять. Он ее взял, красивая женщина. Взять. Взяли. Ну, воспользовался, не воспользовался. Ты дальше смотри, он Бога верил. Если сына, на сына поднял ложь, то и здесь. А так, о, Авраам, он жену-то свою отдал, параону, подстилка. Не так это выглядит. А вот так, как я говорю сейчас, как говорит Иоанн Златоуст. Надо знать нраву. А так он погиб бы и сам, говорит, он все равно забрал бы его. Убил только. И все Авраам, что принял, забрал бы себе. А так получилось по-другому. Нету трафарета. Нету здесь никаких норм. Бог. И Бог открывает. А можно ли об этом спорить? Нельзя спорить. Ну, кто знает? Знаем. Знаем. Ну, из Писания написано, какие были параоны, сколько людей гибло у них, как они на их смотрели. Иоанн Златоуст все это выстраивает в один ряд. Итак, кто из нас раб? Кто из нас раб, да благородит себя верою и добродетелью, а кто Господин, да возревнует, видя рабов святыми и апостолами, для оказаться ниже их в царстве Владыки, ради нас зрак раба, принявшего Христа, истинного Бога нашего, Ему слава и держава и честь ныне и присно и в веки веков аминь. Комментарий Игнатия Лапкина. Если бы священники, исповедуя своих прихожан, будучи сами духовно рожденными, и зная, какой ущерб человеку от того, что он не читает Писание, спрашивали бы исповедующихся, сколько времени они отдают изучению Священного Писания, какое место Писание они читали вчера и третьего дня, то перед ними открылась бы жуткая картина, и их подопечные безнадежно мертвы, потому что они заморрены голодом и духовно не питаются. Слово Божие есть пища. Опытные врачи говорят, скажи мне, чем ты питаешься, и я скажу, кто ты. Судя по пище, православных даже с большой натяжкой нельзя назвать, признать христианами. И не случайно, что именно в России появились политические партии с убийственной, просто сатанинской, человеконенавистнической программой, у которых прямо в одной строке написано, что они за православие, но против христианства. Вот так. Я не где-то с замом главы администрации Алтайского края беседую, могу фамилии называть, все. И он показывает журнал, это так державе, львикодержаве называется, физическое все, но мы за православие. Но христианство это жидовская вера и прочее. То есть православие показало себя совершенно не христианское. Ну как можно... Такие слова-то говорить. Явное дело, что православие для них вполне подходящее. У нас был один в Патриархе поселился, милиционер, подполковник. Один раз побыл, нет, надо все-таки в патриархию, потому что там и Ельцин с патриархом встречается. Ельцин. Ну не Ельцин, не патриарха нет уже, ничего нет. Что идет, богослужение, люди Бога любят, он не знает, а мы-то крышу только поставили. А там 20 лет никто не жил. И растут деревья, внутри бузина. Бузина такие красные мелкие ягоды. И вокруг мы сделали, пол-то настелили, а она туда идет. И под пол лазили, ребятишки поливали. И батюшка на бузину, а это она в алтаре оказалась, на бузину свечки поставит, приклеит. И шла служба. Интересно, да, интересно. Очень даже интересно. Дальше. Этим извергом современное православие, как елей. Здесь и патриотизм, и борьба против евреев, черносотенство, монархизм. То есть все атрибуты человекаубийства и лжи. Ну, где-нибудь такое пишут, нигде не встречал в интернете. Вот так, чтобы сказать, показать. Я почему-то с ним познакомился, узнал программу, у него литература, почитал. Я увидел, все там есть. На первом месте ненавидеть евреев. Это евреи как раз и создали, чтобы гнев направить теперство на разрушение православия. Но они люто ненавидят Библию и проповедь Евангелия. Поносят Христа и Богородицу за их национальную принадлежность к евреям. Эти политические чудовища, порождение современного православия. Третье ездро 5.8. Дикие звери переменят места свои, и нечистые женщины будут рождать чудовищ. Эти люди исповедуются и причащаются. Батюшки любят их, плач 4.3. И чудовища подают сосцы и кормят своих детенышей. А дочерь народа моего стала жестоко, подобно страусам в пустыне. Современная православная церковь, исключив авторитет Библии и живую проповедь, стала жестоко, подобно страусам в пустыне. Священники должны непрерывно устанавливать авторитет Библии, привычать людей исследовать ее, чтобы паство их находило пользу в каждой строчке Писания. В Писании ничего не следует оставлять без исследования. 25 стих. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим. Послание к евреям апостола Павла. Предисловие. Святой Павел был апостолом у язычников, как он и сам говорит об этом в послании к римлянам. 13-14 стиха 19 главы. Ибо евреи не терпели его проповеди к ним, и были враждебны к нему более, чем прочим апостолам, так как он своим неожиданным обращением доказал непобедимую силу Христа, привлекшую к нему такого сильного гонителя. Но в этом и состоит великое доказательство истины о евангельской проповеди, что Павел, самый строгий ревнитель закона, внезапно обратился ко Христу. Посему евреи сильно враждовали против него и даже не могли слышать его голоса. Голоса не могли слышать. Голос раздражал. Мне не раз это говорили, которые слышали, даже голос ваш не могу. А в чем дело? Ну все, с Библией трясетесь. Моя сестра в Новосибирске, ей одна говорит, в церковь ходят, а я книги Игнатия не люблю. Почему? Он на Библию ссылается, а я Библию не люблю. Все, ответ весь. На Библию ты не любишь кто ты? Там страшно сказать. А он говорит, ты Иегова, а я думал, это сатана какой. Ходят, прищищаются. Дошли, мы даже не понимаем, какая бездна отверзается в храмах перед людьми. А чтобы ходил? Лучше, чтобы не ходил. Ложи надежды нету тогда. Дальше я вижу, считаю. Впрочем, и уверовавшие из евреев не совсем внимательно относились к нему, так как он совершенно отвлекал от закона и освобождал от обрезания. Тем не менее, хотя он и послан был проповедником к язычникам, однако пишет и к евреям, ибо как неверено было ему крестить, однако он крестил, потому что это и не было запрещено ему. Так точно, делая сверхдолжного, он посылает это послание к евреям, ибо он сильно заботился о тех, за которых молился, даже быть отлученным. Он пишет послание к живущим в Палестине и в Иерусалиме, ибо от неверующих евреев они лишаемы были имущества и подвергаемы были бесчисленным бедствиям. Вот почему апостол сильно заботился также о милостыне для них, побуждая к этому и коринфян, и македонян. И разделившись с Петром проповедь, бедных верующих евреев, живущих в Иерусалиме, он делает общими. Итак, по необходимости пишет к ним, ободряя их, падающих духом, ибо они сильно смущены были оскорблениями от своих единоплеменников, которые самовластно распоряжались в Иерусалиме и имели власть судить и ввергать в темницу тех, кого хотели. Это он и показывает, говоря, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, 12-12 евреям. Будучи иудеями и зная, что отцы их при жизни пользовались благами, они сильно падали духом, ни от кого не получая облегчения. Поэтому также апостол много беседует в этом послании о вере и о святых от вечности, еще не получивших благ. Делая этим два внушения. Первое, что великодушно переносить все случающееся. Второе, чтобы несомненно ожидать повоздаяния, ибо не презрит Господь святых от века. Следовательно, и вы тогда получаете свое. Много также говорит апостол о Ветхом и Новом Завете и показывает, что закон не имеет уже важного значения. Ибо хотя храм еще стоял, но дает понять, что это будет до определенного времени. И что наше учение истина. Апостол пишет послание из Италии. Это послание древнее второго послания к Тимофею. В том послании указывается на то, что жизнь его приходит к концу. Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Второе Тимофея 4,6. В этом же он обращает евреям, обещать евреям, что увидится с ними. Знайте, что брат наш Тимофей освобожден. И я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. Евреям 13,23. Вероятно, это случилось. Ибо два года он провел в Риме в вузах. Потом был отпущен. Как об этом и сам он ясно говорит. Перед первым моем ответе никого не было со мною. Второе Тимофея 4,16. И я избавился из уст льва. В сравнении Второе Тимофея 4,17. Очевидно, не Рона. Затем он ходил в Испанию, где, может быть, видел евреев. После того он опять прибыл в Рим. Посмотри, избавился из уст льва. Ну, как написано. Ну, что, он на арене был? Нет. А почему сказал? Прикровенно, чтобы попадет послание к Нерону, чтобы Зайта еще не привязался. Ну, всем понятно, что это о нем. А так написано льва. Никакого льва не было. Слава Иисусу Христу! Считаем. Где и был лишен жизни по приказанию Нерона. Комментарий Игнатия Лапкина. Насколько нужно быть омертвелым, называясь священником, чтобы совершенно не отличать живого от мертвого? Там, где нет проповеди Евангелия, нет рождения свыше, и священники подоупаду проворачивают требы, ездят на вызова освящения квартир, кладбища, совершенно не сверяя свою деятельность с прямыми указаниями Христа. И если сегодня в церкви есть какая-то статистика, то только финансовая и о количестве привозимых к окрещению и отпеванию. То, что души не рождаются свыше, и есть доказательство истинной евангельской проповеди. Где нет проповеди, там даже и не кладбище, а уже давно-давно скатомогильник. Из материалов Священного Собора Российской Православной Церкви 17-18-х годов 4. Определение АП-2 Для большего усиления и развития православного христианского благовестия сообразно с требованием нашего времени. Весьма желательно привлекать к делу способных проповедничеству благочестивых мирян. Прямо, а сегодня запрещают мирянин, не может проповедовать. Вот оно, решение Собора. Вскрыли его. Причем может быть допускаемо и на церковные кафедры за богослужением с благословением епископа и местного священника. Так, один стих прочитать надо. Прочитай. Евреям 1.1 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отца в пророках, толкование. Так как они, то есть евреи, были изнурены бельствиями и считали себя оставленными Богом и неудостаиваемыми от Него того предвещения, какого удостаивались и отцы их, то апостол показывает противное. Вы, говорит, получили больше благодать, чем те. К тем он посылал пророков, а к вам своего сына. Что же означает слова его многократно и многообразно? Это вместо различно и во многих видах. Я, говорит Бог, говорил Бог, говорил пророкам и умножал видение. Остер 12.10. Зачем же вам негодовать и малодушевствовать, если вы удостоены несравненно большего? Все. А то не на что будет опереться даже. Один. Номер. Так.